дорогие мои специально ставлю видео в таком виде вот а здесь у меня мать говорила притча шесть выпрямись это вот ловки надзирательница мне очень понравился комментарий я недавно ставила про эту юлию навально какой комментарий там по очень понравился там одна женщина говорит знаете она мне напоминает эту надзирательницу концлагеря среди этих вот нацистов копия показано это залежу нам же вот там самая-самая такой вот комментарий который у меня не то что до глубины души вот затронул что она оказывается ее ненавидит а так сказать мама навального потому что она за два года не появилась ни разу в его интернет представляете мы сразу у меня как у любительницы всяких этих ну книг я в детстве считала по 350 страниц в день то есть я их просто глотала если я росла вот в сумасшедшем доме палата номер шесть вот реально там просто отдыхать по сравнению с тем как я выросла то что мой артур на 30 смотрите моему сыну 31 а мне же 54 почти 55 через три месяца даст бог дотяну исполнится и значит а вот что он видел он видел 9 месяцев что он не видел он слышал ну переживал все там у меня в животе вот это вот все кошмары что я пережила с первой беременностью это у него было в животе потом вот он когда родился и все вот эти он же не помнит как он по больницам как у него гной с пупа как его кололи антибиотиками как врачи сказали эти вот психиатры но невропатологи невропатологи что он будет овощем как мне говорили откажись откажись как этот вот то есть вот эти вот все переживания но он вообще не помнит но если я переживала если я все это но она у меня прошло допустим через молоко он тоже вот это вот тревожность это все вот эти вот переживания то есть самого иисуса христа я не знала ну в смысле как не знала я знала я знала что он стопроцентный человек был вот это я знала я не знала как соединить стопроцентный человек и стопроцентный бог вот это я не знала я очень не нравилось религии изучать книги читать вот я мечтала там книги 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 просто я их ела и возвращала вот аккуратненько брала возвращала и мечтала что не знаю там библиотеку вот меня подпустили какой-то так щелкнула пальцами и книжка появилась а сейчас вот получается и вот когда появился телефон так и вот так и есть захотела почитать бумс многие люди в то время там собирали макулатуру дата собирали себе вот у библиотеку и думали вот там старше стану и начну читать а старше стал зрение уже потерял и не читается а я читал днем и ночью читала на себе на сон не оставляла в общем даже когда к экзаменам готовилась я надо в школе то вот еще и пришла за три дня собор парижской богоматери так я не договорилась то что вот как проклятие могут в наш язык знаете может это я это мои мое личное наблюдение вот за артурного отца артур же не знает он же был тогда еще в яйцах своего родного папы гены вот когда моя мать прокляла нас вот представьте вот сегодня 8 марта сегодня похоронили мою бабушку ровно 20 лет назад моя мать и похоронив ее она побежала на танцы да это был понедельник но это и не остановила она села на автобус и значит уехала в одессу на танцы пересмотрите а за четыре месяца до этого она из одесскую квартиру продала которую я делаю ремонт не сказав мне значит не взяв позволения что я сделала ремонт в той квартире не просто для нее потому что она к была здоровая моя мать здоровая к было там все было что бабушка ослепла но бабушка ослепла не просто так когда была беременна а бабушка все было нормально то есть когда я была маленькая там бабушка была знаете вот гроза во дворе то есть ее там все боялись и ведь мы называли вот ведьма она шла-то гордо но то я то что я помню смотрите царство небесное и и душе потому что когда бабушка не узнала что она скончалась у меня как бы появилась вы знаете своя святая но вот на небе и один раз только я увидела во сне уже мать же сказала что она за это вот за две недели 4 стадии рака прошла малышка я предполагаю мать брюхливая жутко потому что она мне несколько лет не говорила что у нее голоса значит смотрите должно произойти какое-то действие чтобы она призналась моя мать на жуткая обесовка взрослому человеку можно говорить ты смотрите не говори что там что ты стопроцентный без вот для меня вот она 99 процентов бесноватая один процент почему я оставляю потому что этот вот по псалмам давида салмы давида которых 150 а православные знают 151 не 150 католики они только 150 найти вот и католики уже много утеряли потому что они погнали за чувственностью но чувственность а это вот а прославные православные нет там как галилея не там честь слава вот у меня дедушка он же бога не знал по части достоинства у него было пока пока бабушка не поперлась колдуну колдуну который смотрите не говорили же колдуну к цель к целителю который там 4 там выкатывал это вода она внешне стала нормальная внешне но поведение не было нормально она развела себя как бесноватая и это вот вокруг вокруг неё кого ли я лично боялась больше бабушку бабушку которую артур мой сын значит пообщаясь с мамой моей вот там месяц и мама ему рассказала какая бабушка там слепая он бабушку мою не знаю когда она молодая была там разлетался разлетался весь двор говоришь она может построить если она дедушку этого вот а значит он как его командир танковой бригады он и услышался она всех строил раз-два только она для меня я любила авторитет был то есть в каком плане я ослушалась один раз в жизни ее только назвала бабулечка какая тебе бабулечка представляете я обалдела и она сказала какая тебе бабулечка эти бабушка теперь пять лет у меня уже невестка моя которая приехала из деревни вот этого одесской деревни которая сидела под колпаком и две две деревни две деревни и и пытались воспитать и она смотрите она покусала мальчика в первый день своего детского сада в ясли короче и и отправили а ей был год и два и артур мне для недели назад говорит как-то это вот это тщите валюша на мухи не обидит я говорю на мальчика в год и два покусал да потому что он ее толкнул я говорю слушай меня если меня значить этот вот твой папа записал два раза на эти вот как его на на аборта и так далее по выносил у меня это вот так что мне надо было делать не надо было тогда взять и папа джечим квартиру в таком плане или искусать там всех или того что он не список такой составить этого сколько он не должен денег и так далее за мои нервы из-за мои испорчены за то что это вот на то что он на 10 лет старше даже он меня использовал и так далее посмотрите как получилось она она взяла я говорю но не кусаться же но не кусаться в год и два значит она взяла покусала где мать была и вообще кто я научил кусаться и значит это вот мухи не обидит это вообще мухи не обидит а со мной вот вот для чего вышло у меня впечатление чего для чего у меня родился артур впечатление со мной драться но смотрите вот когда почитай почитать вот среди внимательно говорила у тебя есть опять заперите это вот почитай это вот родители а я на мама а где папа там сказано почитай родителей а я не просто почитала я служила я служила бесовки 99 процентов мое впечатление в моей маме это без и бесновато откуда оно пришло я не знаю может быть и то что и бабушка это вот может потому что развязалась этими вот каких с йогами и так далее а те веришь в реинкарнации в общем как я выяснила что она у нее голоса только в 2004 году 2004 значит через как получилось приезжая в 2004 году со фактором сама и смотрю что у неё на усатого нету холодильника игрок те холодильник которые эти купила девушкам году а ну это получилось такая что получилось что получилась и понимаешь я это я подарила смысле подарила где мы в холодильник которые я тебе не просто тебе только было здорово а это вот ты мне ни одного холодильника там ничего не подарил это мне ни одной тарелки не battlefield не одно это вот за мое детство. Я только мечтала проснуться, чтобы тебя не видеть. Люди, я вам говорю, с детства, вы вообще кого-то это вот, я не знаю, какие там у вас мамы были, но я мечтала проснуться, ну как бы вот ей не навредить, но чтобы ее не было. Мне было бы легче, если бы ее не было, потому что с ней, это как с этими вот, рядом с бесами, потому что она меня, знаете, как будила, ну как в армии, ну как в армии, в общем, если ты не вскочишь за 3 секунды, у тебя вот водой польют, там еще что-то, просто Артур мой не знает, я не знаю, как там ее, а вообще мама, я не думаю, потому что мама, это вот бабушка, свою маму, вот она ее только Валечка называла, а мама била, мама била бабушку, когда та ослепла. Она ее била, так вот, говорю, где холодильник? Она говорит, а у меня голоса были, они мне сказали вынести, я была типа не в себе, я говорю, в смысле ты была не в себе? Ну да, я там хожу, а у меня голоса. Я говорю, а когда у тебя появились голоса? В общем, как только у нее, знаете, когда появились голоса? Они ей говорят, что делать. Мне сказали, голоса ей сказали, избавься от материального. Она взяла, ну смотрите, она холодильник не покупала, это мои деньги, мои личные деньги, когда в 2000 году приехала за Артура, я купила ей холодильник, я поехала, значит, потому что моя бабушка все время мечтала о холодильнике, вот она дачу, значит, когда она жила, тяжело работала, все это вот у нее, ну не получала я даже холодильник себе купить, то есть я когда приезжала, ела какие-то эти вот порченные продукты, потому что у нее холодильника не было, она мечтала о нем. Вот так, когда я забирала Артура в 2000 году в Аргентину, я материальные блага купила, не просто моей матери, я купила, потому что у нее, ну вот, Сережа болен был в эпилепсии, но у него же шизофрения, и с моей бабушкой, но у нее бабушки психопатия, то есть моя мама больше знает бабушку, я-то не знаю, как у бабушки, потому что я видела бабушку в этих вод, когда она была психованная. Когда психованная она была, и когда она то дедушку ее бил, то она дедушку била, вот она там они дрались на это вот по-настоящему он из нее какие волос вырывал на полном серьезе просто если артур считает меня сумасшедший он не видел как моя бабушка вот слепая которая она тогда еще не была слепая но смотрите почему они такие бесы в нее вошли я же не знаю какие у нее эти вот ансестерс то есть и каждое утро когда я молюсь я говорю господи прости все моим этим вот родственникам вот все вы смотрите я состою из клеточек вот эти клеточки перешли из этих вот бабушки прабабушки если я что-то как леонов там делают это у меня бабушка там проснулась это вот вот в таком плане так вот что могла бы творить моя мать она могла ну вот я же не ехала день не купила вот тут вещи очень дорогие понимаете что это она этим вот если пенсии допустим там было 5 долларов или 10 долларов а вот этот вот в месяц то я покупала за 300 там 300 долларов сразу приехала 300 долларов купила холодильник купила музыкальный центр то есть делала им ремонт и приход приводит приносила эти вот красивые вещи но приносила одежду она все это раздавала потому что у нее были голоса оказывается которые говорили отдай но она этим голосом не противостояла она гре подождите вот например подождите она не моё это моя доченька мне купила я не имею права это отдать потому что она не моё она отдавала мою но я не ей дарила я дарила в первую очередь бабушки которая значит я не осуждала в таком плане ну вот что было то было она там с моей мамой разбиралась там аборт и не аборт вот почему она притянулась то есть когда у меня были тяжелейшие моменты бабушки не было рядом и было наплевать вот в тот момент ей было наплевать но как иисус христос начать я не богиня и она не богиня вот мы эти вот его так сказать его так господь нам иисус христос хочет чтобы они были не ветхозаветные его а вот новозаветная как пресвятая богородица такого смотрите если уж когда вот иисус христос знаете вот когда да действительно она ну под конец жизни моя мать и стала бить бабушку но я это узнала в 2000 году вот я приезжаю забирать артура у меня у самой большие проблемы то есть мирнов не в аргентине сказал что этот вот мажуга педофил то есть я приезжаю мой артур ну смотрите но он же доказательств не не дал он сказал что у него там видение и так далее и он педофил есть разница вот а что такое педофил педофил не только вот который совершает именно физически эти вот и действия вот мы и кем то есть не просто вот он физически это вот а например развращение развлечения каким образом у него же это вот и целая ну видеотека его лично вот как он купил себе квартиру он сдавал нелегально подпольно в этом вот порнографические фильмы вот и людям и он за эти деньги вот это вот и это гена у него брал вот эти вот кассеты то есть получалось что гена меня развращал я понятия не имела что вот кто это саша то есть он приходил к нему и вот эти вот взрослые кассеты так сказать брала мне 19 было вот когда мы там с геной познакомились то есть я там вообще не видела этого не видела не слышала но кто первая я пришла пришла когда я вот вот эти вот камас утра и так далее я же говорю когда вот эти вот бесы стали входить то есть когда я заболела карманным бесом к вам карманный бес это ну вот если вам 12 лет уже это можно это вот рукоблодия вот рукоблодия то есть как говорится мне сами эти вот не мужчины и там не женщин это все мне не нужно было потому что у меня были вот руки руки которые мне господь дал для чего вот мандаринку почистить но это вот но когда я прочла непотребно эти вот камас утру допустим меня вот этот потянуло это должна же быть предрасположенности если родители там говорят этим нельзя заниматься этим нельзя почему нельзя а вот вырастешь потом займешься значит это вот как случай если человек там закодировался не пил не пил не пила потом на свадьбе дочери ну так знаете вот 10 лет не пил на свадьбе дочери да выпей чуть-чуть это вот и он взял выпил и все и он потом рассказываешь вот вот все что он не допил за эти 10 лет он сразу вот скатился просто просто стартеры вот вот это вот держаться то есть у него вот это вот бесовщина она же внутри есть то что он уже пробовала не просто пробовала это вот он там за руки дал ну вот в таком плане как у меня вот такое вот было как вот сигаретами то я держу и держу и держу и держусь вот там этими вот мозгами там снимаю там допустим и из 20 сигарет он 19 день курил там это вот убираю убирают находила одной сигарет и потом вот это вот одну секрету я не живу вроде бы все ее мандарин ухода на работаю но мечтаю вот внутри у меня сидит вы прийти дамой и выкурить одну сигарету сеть на окно и вот и выкурить воду одну сигарету и дошел момент когда вот я поняла что я рабыня сигареты я рабыня сигарет и я рабыня допустим это вот то То есть мы, почему изгнан его 6 марта, каждый год это же бывает, то понедельник, то вторник, то среда, но это православная церковь празднует изгнание Адама и Евы из рая. То есть закон такой, понимаете, это не Бог плохой, он установил законы и дал свободную волю. Он в первый день ангелов небесных сотворил и дал им свободную волю. Они сами выбрать, допустим, если ребенком, я помню себя, как меня пугало, если вот эти вот бесы, 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 запомните, они, мы их просто не видим. Если, вот у меня дедушка чертей видел, но это как бы последняя стадия, когда Господь приоткрывает, позволяет приоткрывает видеть вот тот вот мир бесовщины, чтобы дать еще один шанс вот ему именно спастись. То есть, не, Господь попустил вот это вот видеть, Артур-то не видел, когда вот дедушка, смотрите, он говорил, вот там черт побежал, это вот и бесы, то и все, вот это вот побежал, там с хвостом это вот. И когда вызывала бабушка эту психиатричку, его забирали, деда, он даже один раз у нас это вот было землетрясением, там вот, ну, он напивался до такой степени, что там вот, его так и оставили. В общем, мы все выбежали, а он так и лежал, нетранспортабельный был, допивался до того, что там парализовывало, то есть приходили соседи, бабушки говорили, поди своего там, откопай, это вот он там лежит, в общем, в грязи, это вот до того допивался. Это же я все видела, и там с ножами, и с топорами. Ну, смотрите, бабушка, ты пошла же, вот когда водянка была, не в церковь пошла, не пошла, господи, все, что натворили, это я, мои родители, мои бабушки-дедушки, мои пребабушки-прадедушки. Вот я не знаю, не просто так же у меня стопа египетская, вот понимаете, может быть, мои какие-то предки, ведь не просто приперся, Смирноми сказал, что я был, ну, типа, он был этим жрецом в Египте, а я была жрицей. И Клеопатра, которая была не жрицей, а царицей, она же вообще не была египтянкой, вот, и вообще она покончила с собой в 30-м году до нашей эры, ну, если она разочаровалась, 10 заповедь, она разочаровалась, в таком плане, что это вот, что она проиграла битву, а тогда разрешали, иудеи даже, она ведь знакома была, и все, иудеи, у нее куча любовников была, которых она, чтобы они не трындели, потом убивала. Убивать можно было это, вот, Иисус Христос еще 30 лет не пришел. То есть, Господь повелел, у них была свободная воля, но вот даже вам иудеи, евреи и иудеи, он не будет говорить, вот Саул, у них же это первый царь, а что он сделал, он же покончил с собой, он же кинулся на нож, то есть у них так, если, это вот, если ты видишь, что твоя битва проиграна, чтобы над тобой не издевались, ты покончишь с собой. Ну, смотрите, возьмем моего дедушку, который очнулся, и он в этом вот, среди фашистов, и он же, когда потерял сознание, у него же медали были, медалью и орден, вот, очнулся, и у него не было. Я думаю, он же сумасшедшим прикинулся, сумасшедшим прикинулся. Похожая история на эту вот, на Ксению Петербургскую, похоже. Смотрите, я с вами начала, у меня волосы вот такие вот были, я просто вам показываю, что я, мне стыдно было. Вот я смотрела на мою мать, она говорит, она для того, чтобы вынести мусор, сидела и красилась полчаса. И, если мне надо было куда-то уходить, я, допустим, возьми меня с собой, возьми меня с собой, там, я не знаю, там в театре или еще куда-то, или там к подруге. Вот она все время холостом хотела за мной, холостом, но она меня стыдно сажала на хвост Сережу, внушая, что это, значит, миссия сестры выше, чем миссия матери. Я говорю, да он не мой сын, мне 13 лет. Она говорит, ты обязана, она за своим этим вот, она говорила, смотрите, один раз ее мама оставила, у нас на 11 лет, Саша, с Игорем. Так она, Игорь этого не помнит, смотрите, это произошло с ним, но этого не помнит, потому что она мне это рассказывала. Он все так безобразно был, в общем, там психовал это, вот хлопнул дверью, стекло выпало, ему вот тут вот перебило. Придурок, придурок, нет, не он придурок, это она, это у нее такие вот, это она воспитательница детского сада. Мама мне очень говорила, она пошла в детский сад из-за привилегий, из-за того, что там кормят бесплатно, и она может воровать еду, из-за того, что там подарки дают, из-за того, что эти вот дети, она умеет детьми управлять, вот так вот кучей, причем, какими-то детьми, а сама как воспитатель, она, значит, в 2000 году я ее нанимала Артуру, как я свою мать платила ей за то, что она давала уроки английского моему сыну Артуру. Вот, и она мне говорила, что он вообще не слушает, что он безобразный, она не могла справиться с собственным внуком. Она говорила вот гадости постоянно на него, и теперь смотрите, вот она его, ну, папа Квазевода Квазимода, и смотрите, что получилось. У Артура 13 лет, у него искривление позвоночника до такой степени было, что я рыдала, и сказали, значит, ему, этот вот, операция, корсет и так далее. И если бы я не рыдала, вот, а бы женщина заведующая, вот, не пожалела бы меня, и не спросила в детской поликлинике от Живневого района, не спросила, деточка, а чего ты, вот на еврейской, а чего ты, так, а вот чего ты плачешь? И я говорю, а вот мне доктор сказал, что моему сыну, ну, там, искривление-то, вот, и всё, и корсет, и даже не знаю, с чего начать ему операции, всё, и то, и то, и то, причём это сразу нужно. Она говорит, ну, не плачь, деточка. То есть, вот Квазимода, он же был жутким этим вот, грубаном. Она постоянно называла, вот она называла папу, его племне, Квазимода. Я никогда не противостояла. Когда Артур родился, она постоянно говорила, какой-то страшный, какой-то страшный. На Артура мне знакомые говорят, это просто, знаете, вот как там есть такой обычай, типа, чтобы там, типа, не сглазили. Нет, она это реально говорила, потому что, когда ему исполнилось шесть месяцев, после шести у него уже отрасли волосы, она такая сказала, о, наконец-то ты стал уже более-менее симпатичным. Вы представляете, что она мне полгода говорила. Это настоящая бесовка. Как я её вытерпела, как я её терпела, я не понимала. Смотрите, служите не своей матери, родителям. И я вот сейчас, сейчас, мне надо было с детства спрашивать. Скажи про папу. А зачем? А зачем ты связалась? Вот где папа? Что папа? Но она говорила, оцепись. Что ты ко мне прицепилась? Я что, репейник? Вот эти вещи. Если я начну говорить, как моя мама, у моего Артура завернуться эти вот уши в трубочку, он бы не выжил. Он бы точно сумасшедшим стал. Если бы я начала себя вести, как моя мама. Шестая палата отдыхает. Моя мать строила даже сумасшедший дом. В сумасшедшем доме что? В психиатрическом, потому что она говорит. Это не сумасшедший дом, это психиатрическая больница для душевных больных. Вот. Это психушка. Психушка, понимаете? Свердловка и это вот. И слободка. Там на слободке, там же разные. Эти вот больницы, ну в Одессе. Ну вот. А Валька у меня, Валька, Люха, моя невестка. Она королева молдаванки. Они даже в соборе Нотр-Дам молдаванки. Вот. Венчались без росписи. Это ребятушки. Они еще один год как женаты. Вот представляете, Артур сделал предложение. Потом они обручились. А в церкви. У них там церкви. Вот в той вот грязной. То, что это вот. То, что на фотографиях так красиво. Вот смотрите. То, что вот представляется на фотографии. Вот как у меня дочка говорит. Дженнифер говорит. Вот посмотришь фотографии. Такая-то вот, знаете, вообще такая вот красота. А посмотришь вокруг вот это. Например, на мусорник эти вот. Ну, просто вот эту вот картинку создать вот эту. А вот в ней. Вот editing. У меня Артур все время говорил. Я не хочу editing. Ну, вот editing. Вот доработки все делать. И, знаете, мне это так нравится. Потому что мне реально нравится. Мне нравится, получается, живое, натуральное. Вот эти editing. У меня дочка вчера говорит, Дженнифер. Вот эту фотографию, вот я, вот сразу видно, что она как бы доработана. Вот то, что оно ненатуральное. Вот захотелось ей доработать. И она говорит, ну вот стало это вот как artificial. Вот, знаете, вот как artificial. Ну, что мне нравится, если в этих классические операции нельзя этим королевским особым делать. Это же здорово. То есть какой человек есть. Там этот принц Уильямс, это раньше же были. Он же там полулысый. Вот это то, что нельзя. Вот какой есть, такой есть. Вот нельзя. Но сейчас же стали вот эти вот фильмы. Короче, если мама не видит, то можно. Вот если не знает. И чем это может грозить? Вот возьмем, если Генка спал с этой вот, со своей, ну, Артуром, папа, спал с моей начальницей. И она же чуть не умерла из-за него. Чуть не умерла из-за него. Она настолько влюбилась, но она, она ничего лучше не видела. Я имею в виду, он её обольстил. То есть она вообще не перечила. Он для неё был. Вот Аполлон, вот он придёт такой. Аполлон, блядь, да, русский такой. И эти вот мускулы. Ну, то есть, вот это вот игра. Но для меня, я же сама Венера. Такая, знаете, вот это, то есть получалось, как бы, кто главнее? Я же она считалась этого, я же считала гречанкой, вот, оказалась грешкой. Ну, вот гречанка Гера, меня же, кто, кто самый красивый? Вот на земле там самая Елена Прекрасная. И у нас там в классе две Елены были. Одна Алена, вторая Лена Данилина, и все мальчики. Ну, вот когда они маленькие были. А потом же, когда мы в пубертат вошли. И всё там поменялось. Одна, одна девочка вот осталась маленького роста, такая вот вся миниатюрненькая. Вторая, ну, так подросла. Ну, там, в общем, телосложение меняется, то есть уже по-другому. Ну, и когда они там маленькие, вот там, как же я мечтал, чтобы мне посвящались стихи. И там это вот. И Генка-то стал писать стихи, он же мне, он мне писал стихи. И эти вот, ну, это копия была, как Соломон, значит, писал Соломей. Вот, который, эти вот, гарем, значит, её уничтожили, уничтожили. И там же говорится, что оставил ты любовь, вот, первую свою. Так вот, я же не могла понять, кто же у него там первая любовь. Потому что для меня, в принципе, ну, к француженке я не ревновала. К Вике я совсем не ревновала, потому что он её называл носатая, длинная носатая. Вот это вот, в таком плане. Ну, смотрите, вот, лицемерие, лицемерие, вот, в лицо, допустим, Аймай, там, ну, для Гена. То есть, вначале она ему в лицо сказала, там, ну, в гадости, в гадости. Потом она так замолчала, потому что мне слава говорит, что ты нашла в этом, значит, старик, это вот, старик, Квазимода, та-та. Квазимода, это вообще стихи пишет, и то это. Она так посмотрела, и такая, Геночка, Геночка. Ну, я-то вижу, что её лицемерие, то есть, когда он уходит, она мне все эти гадости говорит. Я потом прихожу к нему, не хочу ему портить настроение, это вот, ну, в смысле, я говорила, не хочу портить настроение. Ну, я же, вот смотрите, ну, я, получается, тоже лицемерила, то есть, я вот, она мне наговорит гадости на него, Квазимода, это вот. Если бы я пришла, я сказала, слушай, привет, Квазимода. Он бы так посмотрел, например, и говорит, мама так тебя называет, Сашка Молдаванин, вообще, она этого вот Сашку Ламужуга говорила, она никогда, она понятия не имела, что он психически у него, что он прикинулся сумасшедшим, она не знала, значит, что она говорила Молдаванин и эти вот, плохо воспитанные, потому что, значит, когда первый раз он появился на Таирова, и она пригласила его больше покушать, вот, она же жуткая хозяйка, она жуткая. Ее, этот, поваром, где можно было, в концлагере только, даже не в тюрьме, или надзирательницей можно было, вот, как вот Юлию Навальную я начала 30 минут говорю, вот, Юлия Навальная, вот, рядом с моей мамой, это вторая, вот, запросто, запросто она может этим вот, насмотрщица, и, причем с ее мыслями, то есть, если ты инвалид, ну, значит, ты что-то натворил в предыдущих жизнях, вот тебе будут говориться. Смотрите, абсолютно гадкая, неверная теория, с которыми я не хочу ничего иметь общего, как Иисус Христос ничего не имеет общего с тьмой, о всяких ереси тьма, вот, ничего у Иисуса Христа нет общего с бесами, и абсолютно ничего нету, и поэтому, ребята, я не собираюсь сидеть и вычислять, а сколько бесов там в каком-то человеке, то есть, если это ребенок, советую вам говорить, не что, не бесы внутри тебя, а вот вокруг, ты что, себя решила окружить бесами, я вот там, и эти, друзья, друзья, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Мне мать не была подруга, потому что для меня она ходячая какая-то бесноватая любесовка, но я это не говорила ей в лицо, как можно сказать, завидовать, она завидует, понимаете, что завидует, вот, если я принесла, купила, что-то, вот, пошла, купила, пришла в этой новой блузке, понимаете, будут завидовать, завидую, что я вот, вот такая вот, знаете, что мне, как говорится, бескомплекса, вот такая вот, то, что один скажет, о, худая, вот, там кости, да, вот, но мои кости, десятая заповедь, за эти кости, смотрите, если вы научитесь себя воспринимать, вы можете сравнить, вы можете сравнивать, ну, вот, как артист, допустим, как художник, 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 киса, я вам скажу, так вот, если Аполлон шел возле меня, вот этот вот ген, а, ну, он был ребенком по сравнению со мной, хоть я была на 10 лет младше, потому что он, его затягивало, вот он выпендривался до того, что к нему, эти вот, его с детства девочки очень любили, а мужики ненавидели, пацаны ненавидели, вот, папа у него там все время был в морях, и он же, наверное, выпендривался, что он, этот вот сыночек, папа у него плавает, то есть он пиндюлей не получал от папы, мама ему все разрешала, все разрешала, генчик, вот, все разрешала, пиндюлей не давала, и он, с одной стороны, он же мне говорил, ты зараза, я вот, я без тебя не могу, но и с тобой не могу, вот, а откуда оно шло, ну, может, потому что я в три года, Гассия, послала целое стадо, что меня мать бросила, целое стадо послала в Одесской, в Одесской Республике, когда-то она была Одесская Республика, вот, а его в пять лет гусь на пугу, и он заикаться, ну, это же Бог попустил, это же точно, может, его мать, смотрите, она в по воскресенью, вот, она детская медсестра, живет долго, детская медсестра работает в этой, работала уже давно-давно на пенсию, я ее называю Надежда Яковлевна, смотрите, я ни разу за все там четыре тысячи видео, что у меня есть, или пять тысяч, или за все эти, вот, ее дни Надька ничего не вызывала, Надежда Яковлевна, но она, мать, Генка, папа Артура вылез из ее утробы, да, она меня ненавидит, да, там что-то это есть, какое-то это вот, ну, не даром же она повела этого вот Генку к этому вот колдуна, понимаете, колдуна, но это же не изменит того, что Артур ее, ну, так сказать, этот вот внук, это если взять Сару и Агарь, я Агарь, например, да, вот я Агарь, потому что у нее есть любимая невестка, вот та вот Вика, а я же тоже Вика, ребята, это просто Гена забыл, я ему рассказывала, у меня такие интересные истории, но много интереснее его, в общем, когда мы шли с ним вместе, он себя же нашел, уже не просто так себе выбрала, ну, это вот, что девушки все на него смотрели и меня ненавидели, а парни все его ненавидели, а ко мне приставали, не просто приставали, на улице могли приставать, его друзья пытались отбить меня на полном серьезе, у них срывало крышу, первое, это Саша Москвич, который был даже женат на Наташе, ну, это его друзья, поэтому вот, они знают английский, это вот, там, совершенствие, я их видела, эти друзей, Гена говорила, там, Саша, ну, ужасно изменяет ей, а она вот его так любит, это вот, этот Саша, даже при Гене, вот смотрите, то есть мы как-то пошли в какое-то куда-то там, в какое-то место, я не помню, ресторан, не ресторан, где-то там, и Гена вообще себя не контролировал, вот сколько выпить, и когда он, значит, выпьет и идет, все, ему танцевать охота, это вот, там, с женщинами, там, зажигать, там, хихикать, это вот, ну, а я себе наблюдала, то есть у меня по-другому выражалось, и тут вот его, вот эта змеюка, значит, этот вот Саша, прямо, вот, я говорю, слушай, вот мой мужчина стоит вот тут вот в двух шагах, твой самый ближайший друг, вот я так следила, вот его Сашу, говорю, ты мне делаешь вот эти вот предложения, на полном серьезе предлагают, я знаю, что ты женат, и того, ну, я же не люблю, вот, я такой, как ты, никогда не видел, понимаете, вот такой, но, смотрите, знаете, кто вам в помощь, святые, православные, Петр Феврония, Феврония же была простолюдинкой, я же говорю, что я этих, гусей посла, а он же был, у него, сейчас, как же, князь, князь, вот он же был князь, она была простолюдинка, и, ну, она же лечила, в общем, у него же проказа была, вот, а какая же проказа у этого, у Гены, я на него так смотрю, и он, он не выдерживал моего взгляда, моего взгляда не выдерживал, ни этот вот, ни профессиональный убийца, эти грибя, ни этот вот, ни Гена, я их бесила, понимаете, я их бесила, они все время, а их аж выворачивали, говорю, у кого яйца, понимаешь, у меня яйца, вот они так, они так злились, у меня болт, у меня яйца, я говорю, а у меня тоже яйца, без, это вот, слышите, у тебя твои яйца, а кто сказал, что твои яйца должны войти в мои яйца, вот так вот, вот, и у этого есть яйца, и у этого, кто сказал, что ты моя судьба, кто это сказал, ты бог, откуда ты знаешь, что ты моя судьба, вот, представляете, ну, это же закалка у меня такая, а дедушке, это вот, мне сын говорит, мама, ты как русские танки, да, это он, поэтому мне вернул машину, сейчас мы, кстати, ее отвезли, как русский танк, это вот, напомню, серьезно, я вообще-то, я, вот если я начинаю беседу, люди замирают, причем у меня знакомый, вот, допустим, средний этот вот сын ходит в эту великую спортивную команду, там родители, очень богатые люди, очень богатые, с мыслью деньгами, ну, смотрите, богатство может быть еще знанием, еще может быть честью, они преподаватели в университетах, это вот, но когда они со мной общаются, там такое уважение, слышится, и они просто замирают, если они начинают со мной общаться, например, они говорят, вот, там Нидерланды был этот вот, ну, ездила наша команда, и вот так здорово, что они пошли, там, на это кладбище, где американцы, я говорю, вы знаете, что я, вот мой дедушка, значит, выжил в концлагере, вот там-то, 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 во Франции единственный концлагерь, герц, у них такие глаза квадратные, то есть, не просто история с меня летит, а это реальная история, а это же мне мать не рассказывала, она, то есть, она даже это не ценила, они, они не ценили, а я уже увидела дедушку, как алкоголика, но вот эти вот книги «Все в помощь», «Все мне в помощь», и «Два капитана», вот мои любимые книги, спросите у моей матери, мои любимые книги, я же их цитировала, если, когда мне муж сказали, «Шекспир, какой кошмар, какой ужас», а ты его комедии читал? Ну, трагедия, ну, там, знаете, там, от Элла, это Гена мне, молилась ли ты на ночь без Димона, и шо вы думаете, вот Смирнов, почему он меня хотел душить, он же не ожидал, что я возьму и уйду, и скажу, всё, я хожу, вначале он подумал, что я пошутила, а потом, значит, он хотел меня взять сукон, я сказала, нет, он до того разозлился, ведь у него злость эта появилась, он же считал, он мне сказал, что я забеременела, вот, и что я специально пошла на встречу с этим, вот, со Стегариби, а я не была специально, то есть то, что у него там в голове ему наговорили бесы, это одно, но бесы вруны, понимаете, я-то знаю, что у меня, я, у меня были сложнейшие с ним отношения, потому что он меня заставлял выходить из тела, чтобы душа выходила, бродила по этим, вот, якобы, это мои перевоплощения, но это не мои перевоплощения, понимаете, я не верю в это, я не собираюсь, я такаюсь, это могут быть мои бабушки, прабабушки, я не хочу входить в мои бабушек и прабабушек, вот, мои бабушки и прабабушки уже во мне, понимаете, уже во мне, да, вот почему у меня египетская стопа, потому что у меня эта бабушка, не бабушка, а прародительница была, это, жрица, а что жрицы делали, а эти вот сексуальные и так далее, и жертвоприношения и так далее, а вы Русь читали, она же жрица была, там, например, жертвоприношения, фильм есть потрясающий, просто потрясающий про Русь, вот, она же мавитянка была, они жертвоприношения приносили, и то приношение, и это, то есть, эти вот, если, смотрите, вот одесситка, это больше, чем украинка, в таком плане, да, Севастополь, это с чёрного моря, да, объединяет чёрное море, но там оно другого цвета, другого цвета и другой песок, и там галька, да, вот, и там более такие нежные условия, одесситка, это смесь такая, вот, как песок, песок, он разный бывает, мне больше нравится, как крупненький, в Дейтоне, который там, ах, его снежный песок, это вот, как здорово, он везде налипнет, я его потом год или два не могла из вещей, из тела, вот, понимаете, везде песок, в голове вот, вот этот вот мельчайший, високий песок, песок разный, люди разные, в усах разный, люди, молитесь, и когда Господь изгнал, он повелил своим этим годом, там же на картинке изгнания Адама и Евы Израиля, в них вошёл грех, понимаете, грех, до семи лет считается, дети, как эти годы, безгрешные, ну, то есть, как ангелы, потом уже начинаешь, ну, я уже в шесть, вот с этим вот, там, педофилы, это вот, вот, когда там, убежала, это всё, вот это, моя мать так не попросила прещения, не просто прощения, теперь, смотрите, она мне запрещала даже говорить об этом, запрещение только может Господь, ты что, богиня? Моего отца это вообще не волновало, вот, смотрите, одесситы, ну, давайте я вам расскажу, отникать, она говорит, ой, ты занималась фигурным катанием, ну, давайте моя сторона, значит, садишься в девятый троллейбус, не в пятый, только в девятый, дожидаешься, это я каждый день, не каждый день, а два раза в неделю ездила, вот там, где Гена, он же там жил, а у меня там льдинка была, только, у нас разница в девять лет, значит, когда десять лет, это ему было, ему было девятнадцать, у него уже дочка родилась, а ко мне, значит, эти вот, педофилы приставали уже, причём к маленькому ребёнку, понимаете, это Одесса, в общем, я же вообще ничего не понимала, я же залезаю, как килька в банку, а те выше меня, они же видят того ребёнка, одинокого, приползают, значит, туда, и вот этим своим, вот этим вот органам, вот этим вот, которые сейчас все помешаны, эти вот размеры, смотрите, посмотрите на Давида, статуи почему-то с маленьким этим вот, вот такой маленький, маленький, Господь, первую десятую заповедь, помните, вот дал вам Бог вот того вот мужа, вот что там внутри у него в штанах есть, то и радуйтесь, потому что у него другие могут быть эти вот, ну, большие, если я когда познакомилась со Стивом, я говорю, из большого у меня только сердце, он такой на меня глянул, и потом уже признался и говорит, ну, я подумал, что тебя это вот, не, он сказал, он это озвучил, он говорит, ну, ты приедешь в США, там, это вот, и, типа, быстро поправишься, ну, а то тебе 10, 10 паунд, килограмм выше, ребят, а мне 54, это такое, ну, кто-то из женщин, знаете, эти вот, аж зеленее, типа, один комментарий понравился, я там в красном платье такая, все такая, в прошлом году на танцую, и одна девушка написала, ну, женщина написала, тут все жуют-жуют, не знаю, как эти килограммы посбрасывать, и тут вы такая со своей талией, а вы, а вы вообще мой путь прошли, для этого надо было, чтобы вас родители бросили, и мать, и отец, и бабушка, и дедушка гнобили вас, значит, у вас была аниме, то есть, знаете, я, есть такие долгоиграющие эти вот конфеты, как эти вот батареи, как у меня сын мой средний, такой, знаете, с утра до ночи такой вот он, при пятом модуле, вот он, вот такой вот, и дочка, которая 5 минут такая, и спит, вот, у каждого свое, чтобы восполнить, ну, эту вот энергию, то есть, мать моя, она же маленькая, и у нее предрасположенность, ее кормили, ну, это вот, она хорошо питалась, и прижим у нее очень хороший аппетит, то есть, то, что она вот всем говорит, не надо жрать, не этому, ну, и я это слышала, не надо жрать, то есть, у меня вообще была другая, и биология, и структура, и все, ее вообще не было, ну, даже, вот я открываю холодильник, а там, ну, вообще ничего нету, знаете, такой воздух, понюхала, и пошла там дальше, то есть, кто меня питал, ангелы, а она все время говорила, жрать надо меньше, жрать надо меньше, и она же ест все, у меня Стив до сих пор говорит, твоя мама не ест мясо, я говорю, ест, она врет, что не ест, значит, потому что она это вот, она вруния, она вруния, она обрешет, как дышит, понимаете, если вы придете к ней вот домой, допустим, там позвоните, и не ожидали, не предупредили, она вам не откроет, она сидит и жрет, не смешно, потому что она эту еду прятала от своей семьи, от матери, она прятала еду от матери, в общем, когда я приехала в 2000-м, и это же год я не видела бабушку, и я такая, мама, что случилось с бабушкой, в общем, она высохла вот так вот в 2000-м, в 2004-м она умерла, она сказала, она прекрасно выглядит, она же была всю жизнь толстая, она же жирная была, это она своей матери говорила, и, ну, я подумала, ну, да, она была вот такая вот, но они-то сами там варились в этом, вот, то есть, ну, и моя мать тоже не худышечка, моя мать вообще такая, знаете, это вот, она себя заставляет, то есть, и реально идет на пользу, когда она там за метелку берется, то есть, она себя заставляет там метелку браться, вот, а вообще у нее предрасположенность не костлявая, и я костлявая, вот, зато я могла бы быть классная балерина, ну, меня же зарубили как балерину, потому что тогда эти волочковы были с длинными ногами, их назад ставили, а вперед ставили, я-то думала, что по росту ставили, а там по блату ставили, там, наверное, евреев ставили, в общем, в общем, я мечтала, я уже 48 минут трынгю, смотрите, уже я сама по себе, вот, смотрите, волосы высохли, смотрите, вся такая красотка стала для себя, знаете, чем старше становишься, зрение теряешь, думаешь, такая вообще, и это вот, и красавец, если я очки одену, страшная, наверное, это я к тому вам, ребята, смотрите, если кому-то что-то не нравится, сразу помните, население 8 миллиардов, вот, одному из 8 миллиардов не нравится, а вам-то, что вам переживать и париться, что кому-то не нравится, а вот я бесила всех, я бесила собственную мать, за то, отчим, отчим уважал меня, ну, как сказать, за спиной он говорил, что я это вот сумасшедшая, потому что не сумасшедшая, а с чёрным связалась, это вот, да, с Аргентинью, но это потихаря, то есть он мне не решался это в лицо сказать, я говорю, ты чё, ты вот, ты же с чёрным, а с чёрным чё связалась, да я бы в жизни не связалась, наверное, если бы он мне не подсыпал что-то, вот, если эти из деревни, которые там, ну, из Аргентины тоже, там же сейчас Буэнос-Арес, он полон деревенских, деревенских, из разных стран, из деревенских, вот этот, он сам приехал, вот этот вот мужик, у нас есть деревня, из Килмаса, Килмас, это пиво, у него деревенские манеры, понимаете, знаете, какие у него шутки, иди сюда, иди сюда, что я тебе покажу, такой выходит из душа, из моего душа, моими шампунями этому, он такой, иди сюда, я тебе покажу, значит, как я покакал, и там такая какашка, вот такая, прикинь, это из меня вышло, я говорю, ты чё, придурок, то есть, понимаете, мне вот эта вот аргентинка говорит, не, ну, он не каждый день это вот, он что-то там прикидывался, типа, он это вот, там баллада, у него было же что-то, какой-то один процент из ста, ну, почему я с ним, хвалько, это вот, ну, если бы не случился вот тот кекс, а кекс, да он у меня, наверное, этот вот, подсыпал мне что-то, я бы сама, ну, я во всяком случае в душ бы пошла, понимаете, ну, это вообще вот в душ бы пошла, незнакомый мужик, я его, я вообще не, ну, ну, это, смотрите, мне говорят, а ты ногами шла, то есть ты была без сознания? Нет, я не была без сознания, но это как в фильме, оно вот было, у меня было желание, желание, именно кекса, вот желание кекса, то есть мозг был в отключке, понимаете, в отключке, но это же, эти опыты тоже свистают, он же профессионал в этом, вот это вот деревенский, он же мог подписать эти, да, я согласен, по три-четыре бабы приводить и там подсыпать им что-то, это работа может быть, может быть, вот с этим крючком, который у него есть, то есть у него крючок не самый лучший, вот, для Аргентины эти вот, это не самый лучший крючок, в таком плане, для этого мне надо быть специалистом по крючкам, это просто, которые за мной бегали, вот с этими вот, я от понятия не имела, меня не интересовало, что у них в штанах, меня интересовало, что у них в башке, вот, это же они бегали вообще, я поворачиваюсь, и говорю, какая проблема, до свидания, я единственная, кому не могла сказать до свидания, собственно, нормально, и очень зря, потому что я даже не ценила, как-то вот я повзрослела, вот когда я с этими апельсинами, с мандаринами пришла и услышала, что она говорит гадости обо мне, что я не взяла эти мандарины, я потратила эти вот мандарины, и пришла и не сказала, ты завистливая, маленькая, завистливая, вот эта вот низкая, завистливая, потому что наверное это вот и друзей у тебя нету и ты вечно завидуешь отчим даже говорю что это вот что он предпочитает что она даже завидовала что очень говорил что я вкуснее готовлю она как женщина вот понимаете чему даже дочери вот я вам говорю что она мне завидовала во всем костям то что это вот тоже меня бросала это вот издевалась и присядем во всем вот это я не знаю может без новата может но смотрите она человек она вот в этом вот я не могу сказать что на 100 процентный без для меня на 99 процентов без новата эти психиатрической больницы в 2004 мне врач сказал что хотите у нее же вот у нее с головой плохо вот а я уже сегодня четыре дня вот 8 мая марта говорю да то я была маленькая откуда я знала что это сумасшедший дом чем она перекручивала я прихожу она там сидит лечит моего лечит моего покойного брата но глины голубой и глинушка матушка и хорошо за дурдом даже 6 палата это ж дурдом я в этом сумасшедшем доме не хочу а там же бабушка находилась она же ничего не противоречило вообще никогда потому что если она и начинала противореченную бить начинала понимаете мать бросалась на бабушку она физически бросалась ну я не знаю почему смотрите а может бабушка вот потому что к этому к ведьмаку пошла к ведьмаку и почему генка ко мне пристал уже говорит ко мне эти вот мужики цепляются на остановке я книг ним вообще не это вот да потому что дорогой мы уже твоя мама занималась лесовщины она по воскресеньям где было она брала вещи которые привозил ее муж с этого вот моряк и продавала по воскресенье на толчке она церковь не ходила как кто ее там еще держит но она вот всю жизнь проработала это вот детками сестрой детской они чужие понимаете профессию мы сами выбираем когда мне я говорила матери там я хочу быть учительница на грех но ты будешь бедной а деньги это вот деньги и честь две разные вещи деньги и честь галилеане 11 1 искариотский бабки зависть 10 заповедь заповедь а меня вот это вот впечатление вот невестка невестка зависть я чувствую вот этот вот дух моей мамы дух зависти когда они приехали они сказали а ну артур ей везет ее вот и вот во флориду у меня радость здорово приехали назад а когда они ехали туда им иконку вложила и молюсь о сохранности приехали это вот когда она узнала что я везу дочку в париж она должна была ехать в париж и виталию ребята я рассказываю попришь но еще еще есть италия потому что он виталий она же виталиевна в италии в италии я хотела это рассказать меня все билеты пропали не просто пропали там что-то пропало что это вот деньги пропали деньги пропали много это вот я все время говорю господи спасибо что взял деньгами господи спасибо что взял деньгами потому что 8 лет назад у моего мужа как раз на 8 марта была опираться на сердце посмотрите мой муж отдыхает все это вот отдыхает и разбух поленчался вдох вот так вот всем замечательного дня